Ребята, всех приветствую, с вами Andromalik и сегодня мы наконец-таки будем играть 11 мир, который вот-вот-вот только вот я обновил и начну играть. Сегодня у нас 12 января, но вы увидите это видео наверное 15 или 16, потому что у меня еще 3 видео осталось с бесконечных режимов и после них только выйдет это. Ну ладно, это не важно, я думаю, кто хотел уже на андроидах давно софт-релиз поиграл, поэтому не страшно. Ну что, давайте приступим, посмотрим, что у нас тут. Сложность 5 из 5, довольно-таки сложно, и после этого мы видим какой-то разлом, непонятно что, можно понажимать на этом, на это место и, короче, вроде как реально последний мир или что-то там дальше будет непонятно. Ну что ж, давайте посмотрим, у нас тут будет 16 уровней, 3 новых растения и давайте откроем, посмотрим, что там у нас. Я уже сразу вижу зомби на воздушном шаре, значит нам надо как-то будет сбивать его, как в первой части. Ладно, поехали. Modern Day, современный день, то есть без вымышленной ерунды всякой. Поехали играть. Так, я установил себе сзади хромакей, поэтому теперь можно нормально мне не загромождать, короче, весь игровой процесс. И вам больше будет видно, поэтому посмотрим, как это будет, я пока не знаю, насколько хорошо это будет вам видно. Но вы пишите в комментариях, лучше, хуже, там, что изменить, пишите, короче, если какие-то глюки, артефакты будут, я не знаю. Так, ну что, у нас тут нас встречает замбосс, что-то нам говорит и посмотрим, что же у нас тут. Говорят, что така у нас будет в конце, мы увидим така наконец-то, да и съест така и что-то произойдет, я так понимаю. Так, ну что, а новые эти растения можно нам использовать доисторически? Да, можно, но не все, ну это, конечно, динозавров нету, поэтому она не работает, но можно использовать вот эти. Ну что, заморозка, ну давайте возьмем. Заморозку я возьму, но играть я буду через мое любимое растение, вот это. Далее, далее, обязательно этот взрыв возьмем. Ну, новое растение, раз я его купил, почему бы и нет, будем использовать. Давайте жабу возьму, что-то мне просили, я еще раз покажу ее. Ну и какой-нибудь, я не знаю, что еще взять, но бесплатный гриб давайте возьмем, поехали. Посмотрим, что же у нас тут будет. Пока что обычные зомби, ничего такого, как я увидел, там обычные зомби, зомби с ведром на голове и что-то еще, там еще один, по-моему, зомби с конусом, может быть, был, я не заметил. Ну что, посмотрим, насколько интересна эта глава вообще, что она из себя представляет, мне даже интересно. Мне, кстати, вот это интересно играть, то есть обычные зомби, когда, потому что мне всегда первая часть нравилась, что там обычные зомби, а начали придумывать во второй части всякую ерунду, там, вот, например, мир будущего какой-то. Ну, какая-то ерунда там была. Ну, мир будущего еще нормальный, но последние миры, они, конечно, стрёмные. Вот, например, динозавры мне не понравились, ну, какой-то стрёмный мир. Ну, ладно, давайте играть, что я буду жаловаться-то. Давайте сразу лягуху, ой, лягуху, жабу поставим. Пусть кушает. Так, 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 так. Снизу проходит, ну, я туда тоже жабу поставлю, сразу с конусом съем его. Пока что уровень выглядит суперлегким, не знаю, посмотрим. Сверху поставил новую мину эту, посмотрим, насколько она хороша, плоха. Не знаю, зачем я уменьшаю их, потому что мы все равно их жабами съедим быстро. Ладно, посмотрим. Так, заморозочку сюда поставлю. Сейчас конусом будем убивать его. Он замедленный. Поставлю еще замедлялку, наверное, вот здесь. Опа, а что происходит? Что это было? А, это типа разлом времени с Египта, да? И только пока ничего не произошло. А вот, 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 вылез зомби с Египта. Прикольно. Вот это прикольно. То есть они оттуда с центра будут вылазить постоянно. То есть надо что-то туда поставить, заморозку, еще что-нибудь, чтобы их быстрее убивать. Да, вот тут надо жабу брать. Да, жабу сразу. Окей, ну, теперь уже видно, что не так уж легко все будет. Поначалу казалось, что все легче, но нет. Есть какие-то проблемы, я смотрю, возникнут со временем. Плюс много зомби с ведрами появилось. Поэтому будет сложновато. Ну, это первый уровень здесь, конечно, легко, но в будущем, я думаю, будет посерьезнее. Будет несколько разломов, наверное. Не только по центру, например, еще сверху, снизу, еще где-нибудь посмотрим. Так, у нас еще появился теперь зомби с пиратского мира, да? Пиратский моряк, который называется. Так, а как мне вот этого бить? Давайте заморозим полностью. О, прикольно, мы его заморозили, а это сразу ведро. Бочка, вернее, сразу уничтожилась. Так, пошел третий мир снова, пиратский этот. Вылазят у нас пираты всякие там и прочее. А, из будущего, кстати, да, зомби был, я не заметил. Мы его просто сейчас убили только что. Ну да, что-то новое появляется. Прикольно, прикольно, мне нравится. Так, два зомби снизу. Сейчас, секундочку, я выключу обогреватель. Так, обогреватель включился, поэтому шум, слышите? Я вроде как выключил, сейчас должен выключиться со временем. Так, остался один зомби, мы его быстро сейчас добьем и все. А, лягуха не может у вас быстро, да? Ну, тогда взорвем и этот зомби. Хорошо, все. Первый уровень пройден? Первый уровень пройден. Все замечательно. Так, что-то у нас. Новое растение сразу дают? Вот это да, сразу после первого уровня как-то дают. Ну ладно, нормально. Давайте посмотрим, что же такое это за растение. Какие-то квесты я сделал или что-то там? Надо сейчас проверить еще квесты. Солнце, кстати, выпало под конец. Так, give sun and power ups adjacent shadow plants. Короче, я так понимаю, что это растение дает нам солнце и также... Как сказать-то? И позволяет усиливать какие-то темные растения. Я не знаю, что за темные растения. Может, нам дадут какие-то растения, но пока что у меня таких, по-моему, растений нет. Поэтому я не знаю. Может, это ночные растения имеются в виду? Shadow. Shadow это вообще призрачный. Ну, shadow это тень, теневые растения. Не знаю, что такое тень. Ночные, может, имеются в виду? Пока я не понял, что это за описание вообще. Может быть, это просто имеется в виду, что растение это стреляет и плюс еще нам солнце приносит. Ну, давайте посмотрим, что дальше. Что? У нас тут сразу такие зомби и потом еще, наверное, влазить будут. Так, 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 чтобы придумать. Чтобы придумать. Ну, гаргантюа. Так, заморозка нужна, да? Чтобы морозить их, будем тогда вот так. Везде заморозку поставлю. А, нет, что? Мы же возьмем новых тогда. Нет смысла в этом. Я сразу новых возьму. Так, мину брать, не брать, не знаю. Че еще взять-то? Мину не буду брать. Гаргантюа будет проблема. Гаргантюа будем убивать, например, вот это я возьму. Перчик Джалапено. Может быть, неплохо зайдет, например, бончой какой-нибудь с будущим орехом. Давайте какую-нибудь электричество возьмем просто так. А, я взял санфлауэр, я просто не знаю, что это за растение. Давайте вначале санфлауэр поставим, а вот это за 50 чуть попозже. Я просто не знаю, что это такое. Ой, что это? А, вокруг все растения становятся сильнее, я так понимаю. И время от времени еще солнце нам приносит это растение. Только не знаю, какое солнце. Большое, небольшое. Пока я... Я ничего не понял пока что. Не, ну пока солнце оно не производит. Я не знаю, что это было написано такое. Не, оно не дает нам ничего. Или может нам надо просто садить что-то туда, тогда что-то произойдет. Давайте посадим вот так, что-то происходит. А, да. Если ты там, короче, садишь кого-то, то получается, ты получаешь солнце, я понял. Вот видите, я посадил и сразу получили мы солнце. Окей. Но это только один раз, я так понимаю. Потому что... Вот сейчас не действует ничего. То есть у них перезарядка какая-то. И надо ждать время определенное. Проходит и после этого, наверное, все нормально станет. Снова они будут нам давать. Ну, давайте, смотри. Нет, ничего не происходит. Да в чем смысл их, я не могу понять. А, они, наверное... А вот, смотрите, производят они солнце. Всяки, вот сейчас вот пошло все. Просто не так быстро, как хотелось бы. Но все-таки дают нам. Ну, непонятно, как использовать. Я так понимаю, все равно надо брать обычные подсолнухи. Напишите в комментариях, как вы думаете, как вы делаете. Мне кажется, все равно надо все это брать. Потому что по-другому никак. Ну, может быть, я просто не прав. Может, просто всегда их надо выстраивать быстро. Эти новые растения, и все получится. Каким-то чудом, я не знаю, как-то с факелом зомби просто прошел. Я вроде как поставил там у нас растения. Но ничего не помогло нам. Получился у нас тут зомби с будущего. Это очень серьезный был... Не с будущего, а пляжной волны зомби. Он вообще жесткий, конечно. Если он начнет накидывать на всех своих этих... Как там, осьминогов, да? То это вообще будет жесть. Надо его быстро убивать. Мгновенно прям. Так, 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 так. Ну, давайте электричество чуть-чуть поставлю. Тут заморозим этих. Здесь можно поставить так. Ой, сверху. Ну, сверху у нас есть перчик для этого. Никаких проблем не возникает. Снизу вроде как тоже добьем их. Электричество все-таки у нас есть. Тоже все-таки убивает нормально всех зомби. Единственное, плохо перезаряжается долго. Это вы смотрите. Я не могу с третьей поставить. Ждать приходится долго. Так, ладно. Здесь ставим. В первой линии надо что-нибудь поставить. Ну, и заморозку пока поставим. Просто, чтобы что-то было там. То, что сейчас будет снова портал, я так чувствую. Снова у нас неприятности возникнут. Так, с ведром зомби. Ладно, давайте еще сюда поставим. Так, ну и пошла волна. Так, этих мы заморозим. Сейчас я поставлю. Мы их заморозим быстренько. Факел потухнет. О, кстати, повезло. Мы сразу гаргантюа убили. Электричество. Халява просто. Реально, иногда так может повезти. У них очень высокий шанс, что они именно гаргантюа. То есть, там одинаковый шанс. Например, 10 зомби, да. Если гаргантюа один из них, то это 10%, что он полетит на и сразу убьет его с первого раза. Даже своего импа не кинет. Гаргантюа настолько очень классно будет все. Так, ну что. Давайте убивать. Этот пролом, я так понимаю, что его нельзя закрыть. Ничего с ним сделать нельзя. Вот он как появляется и все. Просто надо быть готовым. Хорошо, второй день пройден. Уже посложнее стало. Далее на какое-то достижение, как видите. Time Traveler. Я напоминаю, что я на iPad играю. Тут другие достижения. Я не знаю, как там на Android. Может быть там такие же достижения, может другие. И напишите, как у вас есть такое достижение или нет. Так, ну что там, столько квестов я понаделал. Не могу пропустить. Просто нажимаю, он мне все квесты обновляет. Так, мешок с монетами получили мы. Поехали дальше. Третий уровень. Что же там дальше? Пока что это все ерунда. Это только начало. Мне вот интересно, что будет дальше. Так, 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 так. Что там у нас происходит? Я так и не понял, как это растение пока использовать. Посмотрим. Так, здесь нам растение нельзя выбирать. Здесь по сути пиньят апатии. Очень напоминает реально пиньят апатии. Потому что точно такое же поле. Кстати, реально разработчики нахалявились с этим миром. Знаете почему? Потому что им не надо было ничего рисовать. Все растения уже, как бы, растения, ну, новые. Вот эти вот растения они сделали, да? Ну, а зомби-то уже все те же самые. Я не думаю, что там... Ну, в конце, конечно, босс будет, наверное, определенный. Либо они просто сделают, что все боссы вместе будут. Ну, то есть они по очереди или еще что-нибудь. Или каждый раз наугад босс. Я не знаю, как могут сделать. Или, например, один босс, и у него разные способности от разных боссов. Или новый босс, но он просто всех зомби может призывать. Вот и все, что они могут сделать. Ну, посмотрим, увидим, что будет. Что нам придумывать. Так, надо быстро убивать. В общем, он побежит быстро, когда газету разорвем-то. Ладно, давайте так. Урон очень низкий у них. Смотрите, они даже газету пробить не могут. Хоть и дракончики-то помогали. Так, идет большой чувак. Ну, его хорошо, можно драконом убить. Э-э-э-э, ты че, чувак? Вы видели? Я вот этого не ожидал. Он просто грыз орех с шипами. Ну, стенка с шипами. Не знаю, это орех, не орех. И просто пробежал мгновенно. Это вообще жесть какая-то. Здесь надо их реально маленькими делать, чтобы у них здоровья было мало. Тогда можно их быстро убивать. Сейчас посмотрим, как у нас справляются они, когда у них в два раза меньше размер. Стенку я поставил туда. Снизу у нас пробегает малой этот, но он довольно-таки большой, я его не уменьшил. И, походу, я ничего не сделаю. Мне надо использовать способность. Но раз я уже потерял одну линию, ладно, потеряю эту, пофиг. Просто если я уже прохожу, то либо со всеми лимнями, либо пофиг уже на них. Поэтому пофиг, потерял, так потерял. Просто я не рассчитывал, что с газетой зомби может вообще такой жесткий быть. Оказывается, я просто забыл, что электричество, вот это, оно просто никакого урона, по сути, не наносит. Так, ну что, я, наверное, суперспособность поставлю... А, нет, давайте вот так. Тогда мы всех их сжарим. Так, чувак с газетой снова. Надо уменьшать их. И этих надо уменьшать. С газетой чувак снова пробежит, потому что у меня стенки нету. А, вот, уже появилось. Теперь нормально. У меня есть шанс теперь их добить. Скорее всего, так и будет. Но они как-то быстро ест, посмотрите на него. Он реально начинает как бешеный есть, когда у него газету убираешь. Реально очень быстрая скорость. Ой-ой-ой-ой-ой, сколько их сейчас. Ой-ой-ой-ой-ой, надо быть готовым. Так-так-так-так-так-так. Они будут сдвигать сейчас наше растение. Может быть, просто убрать, чтобы не сдвигали другие пока что. Так, и последняя волна пошла. Так что можно сейчас взять и, например, на дракона закинуть суперстилу эту. Мы быстро их всех убьем. Кстати, на боссах тоже действует, на горганчуа этого, по-моему. Поэтому довольно-таки легко должно быть. Сейчас пройти и все. Да, все уменьшенные, так что я думаю, все, проблем никаких не будет. И давайте, наверное, на дракона используем. Сейчас он быстро всех спалит. Все, да. Снизу остался. Но его уменьшить меньше уже нельзя, да. То есть один раз можно одного зомби уменьшить, дальше уже не работает на него. Ну что, третий уровень пройден. Поехали дальше. Далее еще нам. Далее достижение. Это, короче, сделать так, чтобы дракон огненный убил огнем зомби с газетой. Ну, не только дракончик этот, но любое растение огненное. То есть вот такое достижение есть. Ну, а здесь оно по-любому делается, если просто наш дракончик любого зомби с газетой поубивает. Здесь по-любому, мне кажется, 100% у всех такое достижение будет после этого уровня. Так, приступаем к четвертому уровню. Я думаю, что это сейчас посерьезнее еще у нас будет ожидать. То есть сложность как бы нарастает. О, будущее. А, нет, не будущее. Какое будущее? Восьмидесятые. Восьмидесятые. Темное будущее, по-моему. Вот этот вот, который в костюме дракончика малой, я не знаю, с какого-то мира. По-моему, темное, темное, как там, темные века, вот. Забыл название. Так, я в прошлый раз не использовал это новое растение за 50. Я вообще не знаю, зачем оно, если честно. Я не буду его брать. Нафиг оно мне надо. Вот замедление мне нравится. Электричество нравится. Это нравится. Давайте попробуем вот это за 225. Кто-то писал, кто-то просил. Возьми, возьми. Ладно, давайте возьмем. И кактус возьмем. Надо стенку взять. Стенку. Бесплатное вот это. И стенку из будущего. Где стенка из будущего? Поехали. Сейчас посмотрим, что получится. Очень странный выбор у меня такой. Ну ладно, бомба есть. И за 225 можно подорвать кого-нибудь. Я думаю, получится. Все. Поехали. Надо сейчас быстро выстроить нам подсолнухов этих побольше, побольше. Реально, вот, чтобы было много. Потому что сейчас снова разлом будет. На прошлом-то уровне, по-моему, разлома-то и не было. Там просто зомби шли, как в пеняте пати, и все. А здесь-то разлом будет у нас. Так, да, много их. Много. Реально очень много. Посмотрите, сколько их. Хорошо, что я бесплатно взял гриб. Там, сверху-то мы справимся. И этих я немножко замедлил. Здесь мы поставим вот так. И, наверное, мы их добьем. Да, все нормально. Я вижу, что я справляюсь. Это видно. Там два гриба справятся. Плюс заморозка на них действует. А, вот сверху каким-то образом чуть ли не съел моего грибочка. Но все-таки я его добил. Так, надо заморозку еще ставить. Я вообще люблю заморозку. Все так сразу более-менее нормально становится. Потому что ты контролируешь ситуацию. У тебя больше времени на раздумья. Больше времени, чтобы растения перезарядились и прочее. Поэтому заморозка это очень крутая вещь. Хоть дракон там особо, ну, много урона он там не наносит, по сути. Но все равно. Факт остается фактом. Очень полезная вещь. Так, ну что, давайте тогда используем наше огненное вот это растение. За 225 я его поставил. Нажимаешь на него, кликаешь. И он начинает огнем стрелять. И чем дольше держишь, тем дольше он стреляет. Ну и, соответственно, он дольше перезаряжаться будет. Поэтому у него есть там определенная энергия, так сказать. И вот так вот. То есть можно нажать вот так вот, смотрите, один раз стрельнуть. Я сейчас нажал. Можно второй раз после этого. А можно подержать, он будет долго огнем. Поэтому я сейчас все покажу, все варианты какие есть, чтобы вам интересно было. Кто не видел просто. Просто я знаю, что у многих нету растения. Все-таки кто-то новый только начал в эту игру играть. Или это же просто растение с Хэллоуина. И оно недоступно для всех. Поэтому многие спрашивают. Вот я и буду показывать его. Смотрите, я сейчас держу пальцем. Вот они все сгорели. Очень крутое растение. Вообще самое, мне кажется, одно из самых сильных в игре. Единственное то, что ты постоянно отвлекаешься на это. То есть надо обязательно нажимать, да, пальцем там. У тебя пять пальцев на одной руке. То есть максимум пять можешь нажать. И то надо так изощряться вовремя нажимать. Ну и можно и левой нажимать. Но все равно это как-то не особо удобно. Ты полэкрана не видишь, что происходит. Поэтому отвлекает этот вариант такой. Если бы сделали как-то, что она автоматически как-то начинала. Работать тогда, да. Было бы прикольно. Так, хорошо, что я огонь не взял. Ну, огонь только этот я взял. Но от других растений огненных не брал. На тебя дракона огненного. Поэтому, потому что тут импы с защитой от огня. На них это не работает все. Вот этот малой, который бегает в костюме дракончика. О, на него не работает ничего. Ну, огонь не работает. Так, ну что, взорвем тогда босса. Он сейчас кинет малого. Мы сейчас подпалим босса. Здесь надо малого убивать срочно. Что он нам сейчас... Очень плохо он сразу съел. Да. Я продать успел. Но он нам сразу электричество сожрал. Ну, это не важно, потому что сейчас это босс и все. И больше ничего нет. Снизу сейчас огонь нажму. Вот, все. Гаргантюа. Я просто его боссом называю. Мне как-то... Я всегда так привык, что... Гаргантюа для меня это как босс. Ну, мини-босс, но все-таки он босс. Так, новое растение. Нифига себе. Ну, они как-то нарисованы очень стремно, я вам скажу. Ну, 75 она стоит и выглядит... Ну, как-то... Ну, как-то, я не знаю. От балды рисовали. Что предыдущее, что это. Она как бы в концепцию игры не входит. Ну, как будто они с другой игры просто. Смэк зомби с слэппи лифс. В общем, она стреляет вот этими вот... Листьями. И она, типа, крутится, наверное, вокруг этого растения. Как-то и несколько зомби за раз может вот так вот. Типа бумеранга что-то типа. Ну, она по-другому как-то стреляет, наверное. Надо смотреть просто. Надо посмотреть, что за растение. Сейчас мы проверим, короче, на пятом уровне. Так, ну что, нам сразу... Да, сразу у нас это растение новое. Так, но мы в свою очередь добавим. Давайте через мину эту сыграем. Неплохая вещь все-таки. Вот это мне нравится. Растение всегда нравилось. Классно. Заморозку по-любому возьму, потому что нравится. И взрыв вот этот виноград. Дикий виноград всегда надо брать. Так, ну что у нас тут? Так-так-так-так-так-так-так-так. Что лучше можно против них взять? Я бы такой вот гриб взял и бесплатный гриб. Давайте грибами поиграем. Плюс у нас еще новое растение. Я не знаю, что оно делает, но... Видимо, оно крутое. Единственное, конечно, я забыл, что стену надо было какую-то взять. Ну и прикрывать же надо нам как-то наше растение. Придется повозиться нам здесь. Будет сложновато. Второй ряд за 150. Вот эти вот я возьму, поставлю растение. Я так и не знаю, как это называется. Растение мое любимое, но название никогда не запоминаю. Да просто не хочется запоминать лишнее название, что в голове там держать что-то. Так, ну что, 75. Давайте смотреть, что делает растение. Только вблизи, что ли, стреляет? Да, вблизи, но урон очень хороший на самом деле. Хороший урон, приличный. То есть сразу импа убивает. Но, наверное, перезарядка долгая. Поэтому есть и минус. Ну, посмотрим, посмотрим. Пока не знаю, насколько хорошее растение. Насколько плохое. Как оно там работает? Ой! А, это танцор. Это хорошо. Я думал, чувак, который отбрасывает все снаряды от себя. Это вообще бы жесть была. Так, еще нормально. Я к этому еще готов. Так, ну что, поставим сюда. Там с ведром зомби. Посмотрим, как он его будет, это растение новое убирать. А, так, сажал наше новое растение и не успел продать. И не успел защитить, потому что нечем защищать. Так, сейчас надо заморозку ставить. И надо срочно за 150 нам взрывчик поставить. Вот срочно, прям вот срочно, срочно. Сюда ставим и все. Так, давайте минку поставим туда. Так, сейчас они сразу сожрут все. Посмотрите, что творится. Какая скорость у них. Вот этого чувака, который с газетой, он просто нереальный стал здесь. Просто какой-то бешеный. Раньше такого не было. Сейчас как-то его сделали суперкрутым. Чуваком. Так, там зомби. Тут дамочки пошли. Реально напряг какой-то пошел. Так, ну давай, стреляй. Можно сразу под него стоять. Да, хорошо стреляй. Тут можно под зомби прям ставить. Он успевает стрельнуть. Если один зомби, то нормально еще сойдет. Так, ну и все. Как бы самое сложное позади, мне кажется. Этого можно просто взорвать и все. Тут уже ничего сложного не будет. Мы как бы выдержали основную волну атаки. Сейчас последняя волна и все. Ничего сложного не будет. Ну поставим новые растения. Вот эти. Они просто дешевые. 75. Их можно постоянно ставить. Единственное, она не очень крутая, потому что она сблизи только работает. Можно, например, за 75-ку-нибудь гост перчик взять. Призрачный перчик. Он намного, мне кажется, круче будет. Более эффективно будет работать. Так, ну что, босс под него просто под Гаргантюа ставим. А, он на минку наступил и все. А эта мина намного круче, и она сразу взрывается. У нее, наверное, урон выше. То есть она не только вот эта мина новая, дикая, хорошо взрывается. Но у нее урон еще выше, мне кажется, чем обычные мины. Гаргантюа можно сразу, наверное, убивать. Ну или практически убивать. Потому что одна мина, она только половину в основном обычную снимает. Гаргантюа. Ну ладно, поехали. Только сейчас и квест посмотрим. А, куда поехали? Видео уже долгое, так что надо закругляться. Потому что долгие видео вы до конца не смотрите. Поэтому я в основном делаю до 30 минут видео. От 20 до 30 минут среднее время. Ну что, новый мир. Давайте просто посмотрим, что нас ожидает впереди. Так, подарочек. Второй подарочек. Дальше там еще. Вот что-то новое. После 10 уровня у нас новое растение будет. Дальше подарочек. Еще подарочек. Ничего себе. Четыре подарочка. И, соответственно, это четыре потенциальных костюма. Это круто. И на 16 уровне что-то будет довольно-таки сложное. Мы видим необычное все. Может быть какой-нибудь почему бы и нет. Тут, судя по всему, здесь будет куча разных Гаргантюа. Просто смотрите. Тут видно, что их много. Гитара, например, этого диска Гаргантюа. Пушка это пираты. Акула. Ну, это Египет. Вон там. Акула это Big Wave Beach. Короче, там все. Микс будет полный. Так. Ну ладно, окей. Спасибо, что смотрели. Пишите, как вам этот новый микрофон. И как задник. Как там видно все сзади. Пишите, короче. Все. С вами был Андромалик. До новых встреч. Подписывайтесь на канал. Играйте в хорошие игры. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok